Сейчас вот немножко прошумите. В рамках социального предпринимательства у нас есть почетный гость. Во-первых, это и сенатор Волгоградской области, которая приехала к нам с почетным словом от Галины Николаевны Кареловой, и они откроют это мероприятие. В рамках сегодняшней секции по социальному предпринимательству у нас будет очень интересный, уникальный тренинг, как привлечь социальным предпринимателям инвестиции в бизнес. Касаемо женского предпринимательства, у нас там огромное количество гостей и столичных, и очень популярных медийных блогеров, которые зарабатывают от 1 миллиона рублей, у них там более миллиона подписчиков, и все это Волгоградская область, 16-летняя девочка. У нас топовые предприниматели города Волгограда. В рамках нашей секции у нас такой новый формат, Women Talk, у нас исключительно вопросы-ответы. Мы к этому мероприятию готовились усиленно несколько месяцев, и я уверена, что итог будет потрясающий. Я поделюсь как подходами, скажем так, более высокого порядка, я буду говорить о смыслах, обостроении отношений с инвесторами, так и инструменты, то есть некие прикладные вещи, которые помогают доносить свои идеи, смыслы, действительно выстраивать отношения, ну вот в таком прикладном формате. То есть это будет такая двухуровневая история. Это моя родина, я родом из города Котельниково, и для меня большая честь, и вот это ощущение сопричастности к тому, что происходит здесь, для меня тоже очень важная вещь. Социальное предпринимательство и общественная работа. Выбирая свой путь, задумайся, для чего ты? Если ты про успех и пользу, развитие и сопричастие, то ты наш единомышленник, а значит, нам по пути. Мы можем поделиться своим опытом, а ты присоединиться на любом этапе или инициировать свое доброе дело. Вот несколько проектов, которые стали частью нашей жизни, и все они про актуальные проблемы современного общества. Впервые мы решили говорить не про свои бизнеса, а про дополнительные проекты, которыми мы занимаемся. В основном это благотворительные проекты, это все про волонтерство, про общественную работу, которые не приносят дохода очень часто, но являются смыслом жизни для любого осознанного человека. Поэтому посчитали важным снять видео именно на эту тему. Такого до нас не делала еще опора Россия. Мы хотим задать этот тренд по всем регионам. Пусть женщины побольше говорят о той деятельности, которая остается за кадром, о которой мало пишут, о которой не принято выкладывать в Инстаграм. Но это очень важно для общества. Всю социальную работу отродясь во все времена делали женщины. И ничего не поменялось. Опять только женщины в основном 99% занимают социальной работой. Хотим развить этот тренд. Пусть это будет модным, пусть это будет нужным людям, пусть они видят свое сопричастие и вовлекают молодежь к этому, деток. Это очень здорово, все очень полезно. Говорят, что кризис, там оптимизация, да, там любимое слово оптимизация. Мы на сегодняшний день поднимаем свои контракты по стоимости. Нам это прекрасно удается, именно благодаря нашим светящимся глазам, ну, любви к своему делу. В начальной деле, там, мужской бизнес, женский бизнес, я думаю, что это неправильно. Бизнес должен быть, ну, вообще должен быть. Должен быть хорошим, должен быть результативным, должен быть, там, перспективным. А женский, ну, или мужской, это, ну, как бы не имеет значения, да. И если это хорошо получается делать у женщины, и слава богу, хорошо получается делать у мужчины, и слава богу. Да, конечно же, разные немножко подходы, потому что, ну, там, в силу эмоций, характера мы разные. Но оно и в принципе вообще у всех разное. Каждый там свои ценности создает. Поэтому, вот, комитет по женскому предпринимательству при опоре России, он изначально, хоть и создан для поддержки женского предпринимательства, но везде, на всех площадках, очень правильно заявляет о том, что мы не разделяем, да, бизнес на мужской и женский. Мы просто поддерживаем женщин. И это все правильно. Волгоград создал вообще большое мероприятие. Здесь собрались разные бизнесы, разные идеи. Люди вдохновлены тем, что на одной площадке мы все можем встретиться, пообщаться, поделиться опытом. Столько секторов разных тем. Мне уже сертификаты и на бухгалтерию, и на маркетинг. Ну, просто предлагают, ребята, делиться открыто своими достижениями, своими умениями. Точно так же, если я полезна для кого-то, я открыта к диалогу. Очень приятно, что создали такое мероприятие. На таких форумах, на таких фестивалях можно, в принципе, находить новые знакомства, новые связи, с помощью которых можно находить партнеров, инвестиции и узнавать новое. Развивать свой бизнес благодаря посещению таких фестивалей и форумов. Субтитры создавал DimaTorzok